на самом деле представлял это знаешь как типа во ебать мы подходим все кайфуют понял типа радуются а на деле ебать просто бык ебан и подходит блять мы тебе нахуй серьезные люди тут мы тебе не мужики дорогие друзья вас всех приветствую на канале литвин с вами михаил литвин и сегодня будет очередная пушечка от которой вы будете все в ахуе короче чтобы не быть голословным я вам просто сейчас рассказываю идею вы осознаете в своей голове что нихуя себе нихуясь это как такие масштабы можно вообще придерживаться каждый ролик и соответственно прям дальше колбу в студию аккуратно блять дорогие друзья у меня тут несколько листов будет на каждом из листков написано марка машины сразу предупрежу никакая не реклама ничего потому что для этой идеи нам в любом случае нужно было выбрать какую-либо марку машины и сегодня кто-то из моих подписчиков получит тачку тачку на которую бюджет у нас сегодня ровно миллион рублей но этот момент мы пока оставим раз два три 4 5 шесть ровно 6 марок автомобилей но из этих шести останется сегодня одна и колба которую мне передали сегодня и определить тачку которая будет фигурировать в ролике которую мы будем покупать а покупать мы будем конкретно в потоке блять но у нас по-любому на свой ролик на этом завязан поэтому если вы его смотрите значит он должно получиться тут других раскладов нету что такого в потоке для тех кто не понял в потоке это значит я сегодня буду ехать на тачке своей подъезжать к машинам и говорить вот даю тебе такую сумму и забираю машину а там уже как бы клеится диалог и сегодня кто-то из московских типов мне продаст тачку за какую сумму илюха миллион рублей нам студию в общем смотрите сегодня один миллион и самое что интересное мы вам сейчас покажем марки автомобилей которые сегодня будут фигурировать первый кандидат у нас nissan следующий кандидат toyota дальше у нас идет в хендай потом kia volkswagen и бмв вот эти шесть претендентов поборются сейчас за звание того которую тачку мы будем искать именно по городу смотрите в чем сам интерес так как у нас бюджет миллион какой-нибудь и условно говоря легко купить за лям да если там киа или volkswagen выпадет а вот бмв это нихуя себе это надо куда понторезочку уже брать такую знаете какого-то непонятного года потому что бюджета ровно миллион но в принципе в принципе в чем все-таки интерес ролика просто купить тачку в потоке типа и все и на этом охуенно мы разошлись нихуя конечно мы не могли ограничиться одной идеей просто купить тачку в потоке потому что это не полноценная идея ну кто-то скажет что блять простое но как говорится все самое простое совсем не просто все самое простое оно как правило самое интересное и гениальное поэтому слушайте внимательно мы купили тачку да надеюсь что у нас это получится реализовать вот мы ее купили а дальше кто-то из моих подписчиков какой-то обычный работяга или обычная работница там до тетушка бабушка дедушка мужичок какой-нибудь который даже в принципе не знает меня может сегодня забрать тачку за лям рублей возможно там не лям будет стоить но мы сегодня за нее отдадим именно лям но сам факт что просто вы сейчас наверное охуеете за что они заберут эту тачку я недавно выкладывал stories вот прям поля буду вот прям поле я буду с первой попытки ставишь bmw тебе свою дарю быстрее либо бы я тебе дарю бокarel он прям вот ли я буду впервые попытки в течение пяти секунд все и обжалован меню не подлежит Ох, сучка, с меня нахуй 600 потом сошло, я ебуна. Илёх, бутылочку в студию. Ой, бля. Я, блядь, на свою голову ляпнул, то, что Жека сейчас ставишь, бэху отдаю тебе свою. Я вот сказал, я ж такой ебнутый, я бы реально, блядь, погнался бы за принципами, блядь, и отдал бы ему эту бэху. Но повезло, короче, он не поставил. Судьба Жеку отвела от удачи, удача там оказалась рядом со мной. Жека там ставил на основание. Но сегодня, после того, как мы заберем тачку, мы будем подходить абсолютно к рандомным людям и говорили, братишка, ставишь с одной попытки, получаешь тачку. Вот такая хуйня, вот просто за то, что он поставит бутылку, он получает машину сегодня. Ну, либо она, посмотрим там, кто сможет, соответственно. И хотелось бы, чтобы это был какой-нибудь реально работяга какой-то, там, знаете, ну, такой семейный человек, которому действительно эта тачка нужна, которому она бы пиздец как в жизни подсобила. И очень важный момент, что поставить ее нужно будет не на основание. То есть не вот таким образом. Давайте причадим, я покажу. Вот, да, я поставил сейчас на основание. Но нужно, чтобы человек поставил ее не на главное основание, а вот-вот сюда. А это уже, извините, пиздец, это уже не каждому дано, это уже будет очень сложно. Но это реализуемо, смотрите, раз она так стоит, соответственно, это можно реализовать. Сюда! С первой попытки, нахуй. Я же сказал, это возможно, блядь. Короче, вы поняли, да, что за счастливчик будет, если он это сделает? Человек просит меня, блядь, вот эту поставить, если что. А я говорю, что нихуя, блядь, человек получает тачку, блядь, ему нужно, блядь, реально исполнить будет. Сейчас мы выбираем кандидата и выезжаем на поиски. BMW-шечка. Все по классической схеме, как я делаю в E-Vac, то есть закидываю их туда и размешиваю эти кружочки. Volkswagen. Kia. Hyundai. Nissan. И последняя Toyota. Все, все шесть марок там. Размешиваем, выбираем и газуем. Кручу, верчу, наебать хочу. Блядь, я молюсь, нахуй, чтобы это не BMW было. Это будет пизда, если это будет... Чисто случайность! Че, ебашу? Лучше, нахуй, не смотреть. Вот первую, которую взял, вот она и есть. Блядская, хоть бы не BMW. Вообще, из бэх, прикинь, выбрать из бэх за лям, это пизда. Давай, ладно, я не буду смотреть. Только нахуй не вздумайте орать, если это BMW. С кайфом, удобно? Вообще, хорошо. Ой, блядь, ну сладко, блядь. Ну все, чуваки, пизда у нас там Kia, да? Блядь, там размах, я ебу, блядь. Прыгаем в колесницу и газуем в трассу, пацаны. Совсем забыл сказать, я обычно этой хуйней не страдаю, бля, вот так вот особо, конкретно вот так вот. Не акцентируйте моменты, но я заметил то, что, короче, блядь, мы, в принципе, растем на канале. Ну, бля, хочется больше, мы, ебать, столько просмотров набираем, но вы не подписывайтесь. Больше 50% меня смотрит, будучи не подписан на меня. С какого хуя я не понимаю? Оформляйте подписку, либо мы, нихуя, не продолжаем этот ролик. И вы сейчас, конечно, из-за своей гордости сидите, ну, пиздец, типа, ты не продолжишь из-за нашей подписки там. Подпишитесь, нормально, бля, и палец вверх поставьте, тогда мы продолжаем. Я еще продолжу, ебаный в рот, ну, тебе нихуя не стоит подписаться, возьми, подпишись, пожалуйста. Слушай, все, мы в трассе, поэтому сейчас будем искать Киечку, малышечку и подъезжать. Смотри, 526 Киа, да, прикинь, мы просто сейчас с первого подъезда подъезжаем, просто, дядь, за ляма отдаешь? Смотришь, он такой, базару нет. Так, он ее подъехает, и нет. Вот ее, ты хочешь сказать, он отдаст? То есть ты ставишь на то, что он сразу, типа, отдаст? Нихуя. А я вот так даже, смотри, дядь, вот лям даю, отдаешь машину свою, смотри. Здравствуйте! За миллион отдадите, прям, блядь. Вопрос, пацаны, насущный. Если тачка такси поебать, или какая-то хуйня это получается? Короче, да, таксишка не подходит, хорошо. Едем дальше. А смотри, слева сразу же красненькая. О, нихуя, сид! Блядь, вот это хороший вариант. Родной! Дружище, прям сейчас миллион даю, отдаешь машину? Миллион! Я честное слово говорю. Подумать, сколько минут? Минута. Рядом едем, минуту думаешь, хорошо? Согласен? Да ладно. Он просто бороду почесал. Говорит, сколько есть подумать, понял, время. Я могу присесть? Интересуется, с кем-то созванивается, интересуется, продавать, не продавать. Ну, еще раз, прикалывайте с ним. Смотрите, нет, это абсолютная правда, ровно миллион. У меня крупный YouTube-канал, соответственно, задача купить машину в потоке была. Вы как вообще, согласны, не согласны за миллион отдать? Ну, мы будем. Серьезно? Серьезно. 15-й год, Kiasit. Что, берем? Хороший вариант, да. Не, на самом деле, объективно, я понимаю, что она, короче, ну, дешевле стоит, потому что мы 16-й год Kiasit за 960 брали. Она дороже стоит, у тебя убегалась. Конкретно залям, ну ладно, не залям, мы, короче, она 947 стояла, мы поняли, скинули до 910. За 910 тысяч я сегодня забрал тачку. Вот, 600 тысяч налом, 310 картой. Знаете, что нам обидно? Единственный момент, нам обидно, что слишком быстро мы нашли машину. Вопрос такой, она была бита? Ну, только вот коцки, которые вы видите на двери. То есть, таких каких-то крупных моментов, да, там, крупных аварий не было? Ну, поцарапинки, более того, на 120 тысяч, 30 тысяч назад по гарантии поменяли движок. Двигу поменяли? Катализатор развалился, улетел в движок, мне его по гарантии махнули. Берем или нет? Ну, обойди, посмотри ее сам. Сейчас, дайте я ее осмотрю. Пока идет уже. Ну, как бы, блядь, это еще целая более-менее сторона. Да, он бампит, блядь, за косы не надо. Отказываемся тогда. Да, я тоже так думаю. Отказываемся. И надо именно, понял, и надо именно... Блядь, я просто на горячих глазах из-за того, что такой, блядь, быстрый вариант, блядь, она еще красиво выглядит. Думал, ну дай, дай, думаю, возьму по-быстролянную, блядь. Ну, она битая или что? Бля, она с разных сторон, блядь, в багажнике зазоры, короче. Ну, это мы не можем подавить его, слышу. Все-таки хочется качественную ласточку взять. А за лям мы можем реально качественную взять. Это не подходит. Че, я к нему сажусь тогда и говорю, бля, мужик, извини, бля, но она что-то слишком... Дай вам 5 тысяч, а? 5 тысяч, ну дай просто что-то. Посовещались, решили, короче, не брать. Ну, потому что что-то она вмятая, поцарапанная. Вот вам 5 тысяч, это за то, что просто остановили вас. Вот сюда положу. Всего доброго. Бля, обидно на самом деле. Она красиво так-то выглядит, да? Вот за счет того, что, да, там, скорее всего, багажник меняли, он приукрасил то, что она всего лишь там поцарапана была. Она въебана прилично, если уж на то пошло. Она прям прилично расхуячена была на самом деле. Ну, мое личное чутье. Все, по коням, стартуем дальше. Ой, знаешь, это, бля, мне кажется, он на рынке работал, он прилично мог продать мне. Он прям, знаешь, так, не, она всего лишь салабинки, там, туда-сюда. Блядь, сука! Ой, блядь, ой, блядь. Дорогие друзья, пока мы ищем тачки, вы можете спуститься в комментарии и сказать, найдем все-таки мы тачку сегодня или нет. Бля, еще, прикиньте, еще сегодня нужно, чтобы кто-то поставил бутылку, ебаный, в рот. Ребята, после того, соответственно, как мы купим тачку в потоке, нам же ее нужно будет подарить, да, рандомному человеку. Мы пришли к такому выводу, то, что мы не можем подарить тачку, если она вообще была в битом состоянии, ну, в уебищном состоянии. Видите, мы покупаем тачку за лям, она как минимум должна быть в хорошем состоянии, и мы ее дарим человеку, которому также ей потом пользоваться. Поэтому сегодня каждую тачку, которую мы будем выбирать, мы будем проверять через номера грамм, соответственно. Сейчас, а вот эта, смотри, вот она, Kia ей. V215UO. Вот сейчас мы ее пробьем. А нихуя! Нихуя! По сути, тачка потенциально была такой, знаете, которую за лям спокойно можно взять, но, как вы видите, въебана она была приличная, где-то унесло на летней резине ее, так, и немножечко, ну, не разошлись, как в море корабли. Как вы поняли, эта тачка нам не подходит, она была въебана, и, кстати, когда я покупал лягушонка, я также использовал номера грамм, потому что не хотелось бы кататься на какой-то рухляте, вот. Вот слева, 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 где-где-где-где-где, где нахуй? ERM, который за джипом сейчас. Вон, 900, 902-я, Kia Cerato. Кстати, тоже вроде неплохой вариантик, блядь. И вроде не бита, вот так, если с виду посадить. Во, ебать, во, ебать. Дружище, приветствую. Да, блядь. Я машину купить хочу. Дружище. Да он просто не понимает, для чего, может, бабок поднять. Дружище. Дружище. Не, это пизда. Это просто пизда. Мужики, приветствую. Так, чисто условно говоря, за лямбой сейчас тачку скинули нам. А вот, смотри, Kia Picanto, 544 номер. Бля, вот сколько она стоит, вот так вот, примерно? Ну, до 700. Что, давай подъедем, узнаем у нее. Здравствуйте. Да не переживайте, я машину купить хочу. Девушка, за миллион. Посмотрите, я реально не пытаюсь подколоть. Бля, ну вот ей бы выгодно было бы скинуть мне эту тачку за лямбой. А смотри, а вот, а вот, а вот, а вот. 876 номер. Да открой. Да я не шутить, правда. Правда не шутить. Правда не шучу. Мы сейчас ведем проект. За миллион машину покупаю в дороге прям. За миллион, реально, отдаю миллион. Бля. Всего хорошего. Русские идут. Домой. Всего доброго. Больше Жека спрашивает как раз таки, если тачка стоит 500, похуй, мы ее за лямбку купаем. Тут в этом и есть фишка, чтобы человеку тоже было комфортно ее прям в потоке продать. Типа он же не выставляет ее на объявление, ему не надо по сути ее продавать. Ему с какой-то стороны тоже должно быть выгодно ее продать по сути, иначе, ну типа, там даже если выигрыши 30-40 тысяч, ему это нахуй не интересно. А если тачка стоит 700-600 тысяч, пиздец, лямбку с нее поиметь, да конечно, бля, добрый путь. Мы и человеку подсобим охуенно, и когда еще подписчику разыграем ее. Снимаешь? Да. Охуеть, они просто, смотри, вышли и меня ищут. И вон он, смотри, показывает в очках на мою тачку. А что случилось? Держант пары вода, ваши документы. Вы что-то хотите, а? Документы предъявите, пожалуйста. Что вы хотите? Я немая, она глухая. Валь, поехали. Опоздали вообще щель. А что мне, сплошную пере... Как можно? Не, а как можно? Закон что ли нарушать? В смысле? Ну закон, сплошную переезжать. Здравствуйте, инспектор 4 батальяна, младший. Очень приятно, Михаил Ледвин, 13 миллионов аудитории. Знаю, знаю, прекрасно. Знаем, что знаете. Знаю, уже давно. Ладно, заезжаю, заезжаю. Ай-яй-яй, товарищ инспектор. Смотри, обиженный, вот он, вот, видишь? Дружище, а мы вас как-то обидели, что вы решили пожаловаться на нас? Мы вас как-то оскорбили? Ну вы на нас пожаловались. Ну вы же сами все видите прекрасно. Я просто подъехал к полиции, ну, да, к машине ДПС, просто за сколько мужики готовы там продать тачку? Они поехали, пожаловались в посту ДПС, что, блядь, там, что-то, 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 там, понял? Все это хуйня вообще страдает, блядь. Езжайте, пацаны, работайте, нахуй вообще на молодого, бля, пацана, блядь, что-то ходите, жалуетесь, блядь. Все, тетка на нас тоже жалуется, это прикол. Пойдем, подойдем к ней, пошли. Что, давай, давай, пойдем, пойдем, пойдем. Я понимаю, что вы на нас жаловаться собрались, но мы хотели у вас машину купить. Да мне вообще на срать, что вы хотели, блядь. В салон не лежаете, блядь, не покупаете. Не, мы в дороге покупаем. А она говорит, да мне вообще на срать, что вы там хотели, говорит, типа, идите в салон покупайте. Ну, понял, немножечко, видимо, не с той ноги встало, вот. Самое главное, что мы с той, понял, встали. Ну, в принципе, все в порядке. Единственное, ну, как вы понимаете, что скорость любите. 121 нарушение, один только не оплачено. Ну, я прекрасно понимаю, что у вас есть возможность исправить этот недостаток, правильно? Да, конечно. Ну, все-таки, вот, да, какое-то недопонимание, наверное, да, произошло вот с управлением? На самом деле нет. Вот я вам вот слово даю, они даже мне слова не сказали. Я говорю, мужики, за сколько могу вашу машину купить? Закрыли окно и сразу звонить начали. Сразу вы? Я вам серьезно говорю. Вот у меня стационарный пост, вот здесь, где белорусский вокзал, вот, информация приходит о дежурной части, говорит, быстрее, говорит, там X5M, быстрее надо посмотреть. А, ну, понятно. Вот этому сотруднику ГАИ огромный респект. Вам удачи на дорогу. Спасибо. Да, продвижение в ваших начинаниях. Спасибо. Спасибо большое. Все, берегите себя, хорошего дня. Все, взаимно, спасибо. Ты понял, быстрее, X5M, компетишн, проверь, проверьте эту пидораску. Срочно. Ладно, мы продолжаем свой путь в поисках машины. Продолжай. Бля, УРУС едет. Бля, ну чем черт не шутит, братан? Приветствую. Брат, за ляма дашь? Прямо сейчас забираю. Ладно. Ну, мало ли, хуй, прикинь у него настроение заебательское. Он говорит, давай похуй. Был же какой-то шанс вот так вот подъехать к этому УРУСу, который 23 миллиона стоит. Сказать, братишка, давай за лям. Он видит камеру, он знает меня. Да, допустим, да, он там, подписчик, ему говорит, бля, похуй, давай. И просто я беру и хап и уху, бля, этот ватник. Такое возможно, нахуй, поверь мне. Так же и когда кто-то думает, блядь, смотрит на меня, там, да, на других блогеров. Да там, блядь, это, блядь, это за гранью реальности. Хотя мы такие же люди с двумя руками, с двумя ногами, и вот, понял. Такие же долбоебы порой, как и обычные все. Ну, понял, блядь, со своими минусами, изъянами и так далее. Но при этом, блядь, где-то в моменте просто хуяк-хуяк, и оно пошло, понял. Так же и у вас где-то хуяк-хуяк, и где-то пойти может. В целом, нормально. В целом, соска, братан, ебать. Вы чего гоните, нахуй? Братишка, стой, нахуй. Выбегай, выбегай. Извиняюсь, что отвлекаюсь, а миллион прямо сейчас отдашь машину? Да. Дружище, за миллион машину прямо сейчас отдашь, прямо сейчас плачу. Блядь! Блядь! Сука, Киа, это Киа, Киа, блядь. Пидораска, смотри, она красивая. Давай, 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 еще двиньте. Здравствуйте, у нас передача, мы за миллион машину вашу купить хотим. Продадите прямо сейчас. Пожалуйста, миллион, правда. Камеру паяться, пиздец, как жестко. Салям, блядь! Киу, ебан в рот! Кто даст салям, пацаны, нахуй? Никто, нахуй, не отдает. Вон стоит на авариках такие. Давай, роднюшечка, блядь, не подведи, нахуй. Слышь, ну она должна, да, лямчик стоить? Бля, ну должна она, лямчик, пожалуйста. Дружище, предложение серьезное. Миллион даю за машину, отдаешь? Нет. Реально отдаю лям? Нет. Она же дешевле стоит. В курсе. Сколько стоит? Ну серьезно, это не шутка, клянусь. Нет. А в чем проблема, почему нет? Просто, просто интересно. Потому что не может быть все так просто. Все, до свидания. До свидания, до свидания. Вот, видишь, он говорит, просто так ничего не бывает, блядь. А я пытаюсь, блядь, показать, что бывает иногда, нахуй, редко, но бывает. Дружище, прямо сейчас за лям машину отдашь? Нет, это надо. Реально даю, реально не вру. Не моя машина, а то бы отдал. А может, созвонитесь, узнаете, я не вру, реально. Я понял, нет, спасибо. Ай. От души. Спасибо. Счастливо. Я не понимаю людей, правда, блядь, но я и не пойму. У которых тачка дешевле, но при этом они не отдают ее. Идеально можно встать. Проедите, нахуй, чуть дальше. Приветствую. Это чистая правда? За миллион отдадите машину прямо сейчас. За миллион машину? Можно. Вопрос тогда, она битая? Ань, да. Сильно? Бампера-то, бампер только. Поменен? Да. Ну, бампер битый чуть-чуть. До какого года? 12-го. Блин, не пойдет, извините. Здравствуйте. А если я прямо сейчас миллион дам, отдадите машину? Нет. Она дороже стоит? Конечно. Ладно, спасибо. Дружище, приветствую. Слушай, прямо сейчас продашь машину за миллион? Какого года? 15-го. За лям прямо сейчас забираю. Реально. Блин, Литвин, с радостью, но вот по делам спешу. 15 минут, вот тут встанем, быстро машину посмотрим и отдаю лям. Реально. Вот реально не броню. Снимаем, как в потоке, покупаем тачку. Я сейчас без колес останусь. Ну так это на один, на два дня. За лям-то можно лучше взять, реально. Ну согласись, но почему нет? Что-то менять в жизни надо. Ну посмотри, просто экспириенс себе устраиваем. Не, откажусь, спасибо. Конечно, ладно, хорошо, все. Ой, блядь, сука. Вот это прямо, ой, как хорошо. Я просто сорю на нее там прям целочка. 15-й год еще, пацаны, вы прикиньте. Все-таки попробую болтать, раз уж стоим на красном свете. Я так еще раз удачу попытаю, может все-таки бахнем? Настоящий? Да-да-да, реально настоящий. А, не, спасибо, потому что... Да ну, ты же уже хотел согласиться. Да, ну вот так вот получается. Бля, пиздец. Он уже хотел, он по телефону разговаривал, блядь. Он разговаривал, говорит, что соглашаться нет, говорит. Он уже что-то говорит, настоящий мне, говорит, настоящий деньги. Я говорю, да, конечно. Он говорит, не, откажусь, говорит. Сука, уже пол помятый, нахуй, пол там пропитанный, уже понял. Я прошу прощения, миллион даю, отдадите машину. Блядь, да подожди ты, блядь. Я на полном серьезе. Я клянусь вам. Здравствуйте, машину за миллион прям сейчас забираю, отдадите? Правда, правда забираю? Правда, правда. Хули мне доказывать, ебать. Сами отказывайтесь, нахуй отказывайтесь. ГИА, нет, 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 нет. Какая, где? ГИА, 560. Да, здравствуйте. А какого года машина у вас? 12-го. 12-го? Да. А за сколько брали? За 500. За 500? А вы единственный владелец? Нет, ну, как бы, да, но... В принципе, в принципе нет. В принципе нет? Здоровья. Я просто езжу в потоке, хочу машину купить. И подарить подписчику. Понятно. Ну, ничего, как бы, вроде, серьезного не было. Подкрашиваю что-то, безусловно, но серьезного ничего. Давайте вон там встанем, у вас есть время, пару минут? Да, есть. Супер, давайте. Есть такое, что прям, ну, прям приятно у человека взять машину. Я не знаю, как это объяснить. Как-то ментально, короче, хочется у него купить, потому что, блядь, ну, прям энергетика такая у него, теплая. Еще и семейная пара. Просто до этого были варианты, по сути, даже дороже, да? Ну, наставлю. Они-то сейчас вообще охренеют, что, типа, я им миллион там за эту машину. Я им не говорил вообще про миллион. Я всем говорю про миллион, им я не сказал про лям. Он говорит, за 500 тысяч, прикини. Он сейчас за 500 ее готов продать, я ему лям даю. Они сейчас вообще скажут, нихуя себе. Короче, давайте так, я честно скажу, она все нормально, в плане на учете, все нормально стоит, как бы никаких проблем за ней нету, да? Все, я забираю ее. Уважаемые, технические, технические. Да, недавно амортизаторы поменяли, передние стойки стабилизатора поменяли. Единственное, что они успели поменять, это в задние балки, а саленблоки, они там уже, ну, в принципе, вышли из строя, так сказать. А даже по подвеске, то есть даже эти колодки, по-моему, нормальные. Супер, сейчас. Постойте, постойте сейчас. Самый прикол, знаете, еще в чем? То, что у нас был бюджет на покупку миллион рублей, и мы не имеем права ни меньше, ни больше, нам надо обязательно было за миллион рублей, и обязательно, чтобы это была Киа. Поэтому я забираю, держите. Я реально вам говорю. Смотрите, какая тема. Очень маловероятно, но вам сейчас еще возможно посчастливиться, забрать миллион, и при этом еще и тачку сохранить. Ну, короче, ну это будет, ну это, ну это будет очень сложно. Я не знаю, смотрели мы, там последние сторисы нет, просто поставить бутылку надо будет. Знаете, да, вот это видео? Я видел, ты делал это, да. Вот, поставить ее нужно будет не просто вот на основании, чтобы она встала вот так, ставить нужно будет на крышку. Это, это очень маловероятно, что получится с одной попытки сделать. Ну это возможно, мы это делаем. Да, мы это сделали, мы это засняли, как мы это сделали, на крышку она встает, то есть я попробую вам примерно механику показать, а вы попробуйте там, ну повторить. Ну если сейчас у ребят не получается поставить, мы тачку получается вечером просто переоформим, но победителя уже того человека, кто выиграет, встретимся и переоформим. Поэтому что, мы сейчас начинаем с самой главной, собственно, наш экспириенс задуманный. Смотрите, я еще раз повторюсь, все-таки если вы кидаете, да, вот таким макаром, и она встает, то есть все, а вот она встает. Встала, тут, наверное, надо место желательно поровнее найти. Давайте вот туда, на этот отойдем. У меня, возможно, сейчас это не получится, что скорее всего, но тем не менее, вы хотя бы поймете, как. И вот она, соответственно, где-то близко была. У вас одна и у вашей жены одна попытка. Не, надо еще больше крутить, я понял. Встала, я говорю, возможно. Сделайте выводы, сейчас нужно посильнее ее. Все. Ну, тем не менее, все равно вы в плюсе, поэтому вам спасибо. Сейчас с вами номерами обменяемся, потом с победителем вот так все вместе сегодня встретимся вечерком, и все акты там необходимые подпишем. Это скоро мне? Не, я искренне рад, на самом деле. Я тоже. Наконец-то. Ну что, дорогие друзья, вот она, собственно, лайбочка, малышишка наша 12-го года. 12-го года, ебать ее рот. Купленная за лям, и которая будет сейчас отдано бесплатно. Мы начинаем наш челлендж, поэтому прямо сейчас стартуем, соответственно, посмотрим, кто же сможет поставить с одной попытки. Не на основание, а на крышку. Разъебет тикток, нахуй, ютуб, блядь, инстаграм. Ну это пизда, все, нахуй, по миру пойдем в очередной раз. Это где видано, нахуй, уже просто, блядь, за то, что у тебя бутылочка встанет и тачку, нахуй, получаешь. Мы ее специально мыть не стали для того, чтобы сохранить антур. Короче, времени хуя нету, скоро темнота наступает, а нам нужно как можно быстрее разогнать, поэтому мы ее не помыли. Ну какая нахуй разница, вы что, от халявы бы отказались, блядь, даже если бы эта тачка была грязной, нихуя, конечно же. Совсем скоро стартует моя линейка, мой новый бренд одежды, но пока что его купить невозможно, но прямо сейчас его можно выиграть. Так вот, скачивайте по ссылке на мирограмм, пробивайте вот этот номер и отправляйте скриншот вот на эту почту. Я случайным образом выберу победителя и отправлю ему свой люкс, люкс костюм, который еще нигде не продается, вы станете, собственно, первым обладателем его. И резко залетайте по ссылке, а мы продолжаем. Мы пиздец как жестко продолжаем сейчас. Ну что, дорогие друзья, мы подъехали на Арбат, у нас уже стоит тачка, и, собственно, сейчас вот она, та самая бутылка, которая я вот, это вот сейчас кадр показывается, как я ее уже поставил, это именно она, поэтому все реально, я уже и тут ее успел поставить. Чисто проверить, так сказать, поляну, ну, чтобы все было справедливо. И, собственно, ну, других вариантов нету, кто-то-то, кто-то да, да поставит. Дружи, 2 секунды, можно выиграть машину, просто бутылку поспой, бля. Это вот настолько люди в своих головняках, что это пизда, им даже невозможно донести, он даже не понимает, что он мимо своего шанса, бля, пробежал. А вы не желаете кто-нибудь? Попробуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Посильнее надо было. Пацаны, приветствую. Слушайте, на самом деле можно машину выиграть, вот чистая правда, то есть, если вы просто поставите бутылку с первой попытки, у каждого по одной попытке будет. Ты пас, не будешь, хорошо. Мужики, можно 2 минуты выиграть? Молодые люди. Так годится? Смотрите, Киа, видите, стоит? Вон, Киа, 560 номер стоит. Вон, Киа, 560 номер стоит. Смотрите, если вы с первого раза вот так бутылку поставите, то вы забираете эту машину. Я вам отвечаю, можно поставить. А если с первого раза я тебя, допустим, стойкую на голове поставлю, нормально-то? Я не понимаю, какие-то претензии возможны. Так серьезно, мы не обращаемся. И что? Вот ищи молодежь, и помогай. И что, и что, Сережа, и люди, и что, вы такие же, и что? А ты ко мне на «ты» не обращайся. В смысле, а что не нравится? Ко мне на «ты» не обращайся. Что не нравится? Мне не нравится. Вопрос, я подошел нормально, я как-то грубил. Все, до свидания. Не позорься, не позорься. До свидания. До свидания. До свидания, я только девчуле скажу. Не девчуле скажу, и вам скажу. Серьезно, человек? Да нет, пускай. Сука, я прям не могу нахуй, ублюдом. Бля, у него так изо рта воняло, если че. Я на самом деле представлял это, знаешь, как, типа, «Во, ебать, мы подходим, все кайфуют, понял, типа, радуются». «Ебать, давай, давай, нихуя себе!» А на деле, ебать, просто бык ебаный подходит, блядь. «Мы тебе, нахуй, серьезные люди, тут мы тебе не мужики, мы мужчины». Фух, блядь. Знаешь, прям, знаешь? А, блядь. Релакс, нахуй. Чил, вайп, нахуй. Все, забыли. Здорово, брат. Как дела? Пойдет. Ты пранк снимаешь? Брат, хочешь поучаствовать? Давай. Смотри, можно машину выиграть. Давай, как? Все, все, что нужно сделать, короче, нужно поставить ее, короче, но на крышку, понял? Не на основании, но на крышку. Одна попытка. Это нереально выиграть, но я попробую. Нет. Попытка, давай, одна. Слабо. Это реально, мы уже делали. Это невозможно. Возможно. Давай, если это возможно, вот 20 попыток мне дай, то что? То я выиграю сегодня бой. А, ты дерешься сегодня? Патежа? Да. То выигрываешь бой, давай. Давай. Ну смотри, я поставлю ее. Сколько, стой, сколько попыток? 20. Это уже очков же... Вообще, должна встать. 18. Победа! Пойду, спасибо. Тогда с победой, блядь. Все. Короче, ну и бойл, возможно поставить. Ребята, а подойдите, ребята, ребята, на 2 секунды буквально. Съем. Услышал? Ну ничего. Зараза была. Тяу, 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 тяу. У меня есть ощущение, что из-за дождя сейчас скользит. Думаешь, уже не встанет? Мне кажется, мне кажется, сейчас почти поставлю. Нет, я уверен, что она встанет. Получается. Ну нет, с ней все нормально. Что, на нее полегче, да? Больше, да. Типа это от другого напитка, крышка, что использую. Я так понимаю, что вот на эту они фрук поставят вообще. Короче, надо было изменить бутылку. Просто, ну типа, для них это нереальное что-то. Понял, заграни... Ну реально, мы будем так суток трое снимать. Поменяли бутылку. Основание крышки, короче, гораздо больше. Соответственно, и шанс, чтобы она встала гораздо больше. Я извиняюсь. Послушайте, буквально 3 минуты. Вот у меня шанс упускаете сейчас. Молодцы, можно минуту вошли? Ребята, не хотите попробовать? Можно машину выиграть, если поставить на крышку. Реально говорю. Я клянусь, вот мне реально хуево от того, что, короче, я вообще другого ожидал. Я думал, понял, веселье будет, блядь. Люди будут, блядь, кайфовать. Понял, бутылку ставить. А по факту, блядь, кто-то не верит. Кто-то, блядь, какие-то долбоебы выебываются, блядь, на ровном месте. Атмосфера вообще не та, что ожидал. Хочется съебаться с этой стороны, честно, блядь. Где люди, нахуй, добрее, где люди, блядь, ну, вот за вот такие кипиши, понял, блядь. Всякие прикольчики, блядь. Не та атмосфера, которую я ожидал. Подлагаю спорчик. Какой? Даю 100 баксов, если трех попыток поставишь. 100 баксов? Да. Подожди, что, а спор в чем? То, что ты просто мне дашь 100 баксов? Если не поставлю. А если не поставлю? Ну, ничего. Я уйду просто. Ты серьезно? Да, серьезно. А ты точно сомневаешься, что она может встать? Да, сомневаюсь. Слушай, ну, давай так, я потрачу сколько угодно попыток, там, если даже за три зайдет, то пофигу, там, ни я, ни ты не выиграл, просто хочу тебе доказать, что она может встать. Братанчик. Братанчик. Не надо, не надо. Договор. А? Стол на нас держит. Не, брат, не надо, я не буду брать. Я на камеру сказал. Тормози, тормози. Стол на нас держит. Хорошо, тебе подарок тогда. Не, не надо. Да тормози, ну. На стол держит, нас посмотрели все. Милар, ну куда ты, ты че? Я сомневался просто реально, сюда встать. Да? Не хочешь, может, отрода, может, попробуешь? Ты че будешь? Охиеть. Это самый ближний сегодня был, чтоб ты понимал. Ближе так никто не был. Бля. Я извиняюсь, но две секунды. Просто тут дело в том, что звоночек может подождать, потому что можно выиграть машину. Просто нужно все, что сделать, это взять и поставить бутылку, чтобы она вот так встала. Я даже на донышко не умею ставить. Одна попытка, чем черт не шутит, может получиться. Смотри. Вот если вот так она встанет у тебя, то ты забираешь машину. Ой, ну было близко. Ничего страшного, ладно, счастливо. Братишка, не хочешь попробовать? Ставишь на желтую крышку, забираешь машину. Да, давай, пусть я. Давай. Слушай, я вообще захерелся, просто подошел, да, давай нам? Бам, поставил, знаешь, давай, ключи забрал, ушел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Барашка, по счастливой случайности мы оказались тут. Слушай, а как оно, а? Ну дождик чуть-чуть прошел, а вот так вот, а с первого разика нахуй, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, нахуй! Пусть тебя дождик с первого раза нахуй. Ты тачку спалил? Да, да. Блин, красавчик вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой удобный. Спасибо. Все, давайте. Всего доброго. Классный чувак. Че, попробуешь? Попробуешь. Смотри, тачку выиграешь, если получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держись, кулаки, держишь. Стоять, давай покажу сначала, как делать. Давай, давай, блядь. Смотри. Ты поняла, да? Ветер, сука! Не, ну ты поняла, короче, да, что можно вот так кинуть Надо, чтобы на желтое... Валя, подержите мне сончик Одна бопытка Ха-ха-ха, с оттой эффектом Все, ладно, всего доброго На 2 секунды, 2 минуты Можно выиграть машину, короче Все, что нужно сделать, это поставить бутылку вот этим желтым основанием Вот так вот так кинуть, и чтобы она встала на желтую крышку По одной бопытке у каждого Приходим Нет, нет, вообще ничего здесь А что за машина? Вон Керрио Ой, бля, это было близко Будешь пробовать? Смотри, ставишь желтой крышкой, забираешь машину Все Ай, бля Эта пизда, уже около 100 человек просто прошли Просто никто не может, ни у кого не получается поставить Около 100 человек, объективно Давай еще раз попробуем Нет, у всех по одной Не описываю все впады побытки Уже раз и три Железно из этих были, которые на тоненькой ниточке Я думал, пустой Я уже понял, вот так это Попробуй, давай Попробуй, давай Такую хлестку надо кинуть Понял как? Да 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 А-а-а-а-а-а-а-а-а-а Да, 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 да Ты еще гонишь И еще гонишь Да, блин Стой Блин Стой 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 Поздравляем Ребят, вообще от души наша чётко. Радости места вообще нет. Ты же проходил мимо до этого. Да, я проходил, но как бы не дал значения. Потом вспомнил то, что Литвин всякие движухи делали в серьёзном уровне. Бля, ты серьёзный? Нет, самая фишка. Хотите, я по-честному скажу. Он туда-сюда ходил тысячу раз. С самого начала, короче. И тут проходят сейчас бои у ребят. Ты, наверное, там, да, был? Да, у нас. И он туда-сюда, понял, ходил, смотрел там, понял, что-то улыбался. И думает, дай подойду. Мы уже покушать зашли, уже дождь прошёл, блядь. Просто человек подходит в тайминг. Я думал, там тысячу, две тысячи, блядь, читаешь, я по кайфу брошу. А тут, блин, машина шла. Я уже, понял, я уже перестал верить, что мы эту тему сделаем. Просто настолько люди, понял, большинство далеки были от этого, что я думал, ну уже не поставит никто. Честно, в тебя даже близко не верил, что ты под... Ты знаешь, так сел как-то, какаю, понял, какаю. Хуяк, вот так, нахуй. И всё. Смотри, ну, смотри, какая ситуация. Мы сегодня эту машину купили за миллион рублей. Так. Но дело в том, что мы её купили, она стоит, на самом деле, полмиллиона. Они её собирались на продажу выставлять. Мы прямо в потоке, в дороге говорим людям, давайте мы у вас заберём машину эту. И у нас был бюджет миллион рублей. Мы не имели права ни больше, ни меньше, обязательно. То есть надо было миллион рублей потратить. То есть мы заплатили за машину, которая стоит полмиллиона, заплатили лям за неё. Это 2012-го Кио Рио. Такая сейчас классика, понял? Ты знаешь, я его продавать не буду. Это будет в памяти всю жизнь от тебя, дорогой. И всё можно... Это непродаваем... Это непродаваемый меч. Знаешь, что самая проблема? То, что... Я хотел, понял, простяка какого-нибудь выбрать, именно который там доставщик еды и официант. Но много кто не верил. Я их опытаюсь остановить, а они поняли, типа, не-не-не, да вы что, бесплатно только сыр в мышеловке, понял? Ну, то есть люди вообще отказываются верить. Я снова здравствуйте. Здравствуйте ещё раз. Всё. Расскажите вообще про эмоции, когда вы сели сейчас в такси. Мы офигели. Откровенно просто. Мы... Что? Сегодня так-то два человека в плюсе, да? Потому что получилось. Сегодня мы не просто купили тачку за лям, которая примерно стоит лям. Мы сегодня купили тачку, которую ребята собирали за полмульта. По сути, вы в плюсе на полмиллиона, да? Ну так, чисто. Объективно. Физически даже. И ты тоже, по сути, в плюсе на полмиллиона. Потому что, как он стал, он её не собирается продавать. Потому что это как знаковый такой трофей, кажется. Вот. Но, тем не менее, это тоже полмульта. Конечно. Конечно. Таких объективных, притом. Да. Я раньше думал, что это так, чисто. Чисто прикол отсняли, потом раз всё вернули по местам. Правда? А фишка в том, что большинство так и думает. Мы ведь, смотрите. Вы думаете, все соглашались бутылку просто кинуть? Я говорю, киньте бутылку. Бесплатно только сыр в мышелок. А, понятно. Никто не верил. Ну, то есть, нет. Кто-то верил, понятное дело. Ну, то есть, реально, 50% так очень скептически на это смотрели. Ну, всё, дорогие друзья. Официально машина теперь Артурика, нашего победителя. Поздравляем, брат. Слушай. Ребята, вас также с удачной продажей поздравляем. Всё. Всё. Сегодня, ну, короче, сделали приятно как минимум трем людям. Вот. А, ну как минимум вообще так-то 5 миллионам. Всё-таки эти 5 миллионов минимум посмотрели этот видос и тоже кайфанули от всей души. Поэтому ещё раз поздравляем победителя, брат. Всё. От души. Добрый путь. Давай, брат. Всё, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Теперь в каждом видосе буду говорить подписывайтесь, потому что меня не устраивает количество подписок. Просмотры есть, подписок нет. Немного это не катит. Поэтому давайте реально подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех событий и новых видосов. Обязательно ставьте палец вверх, потому что других пальцев, пацаны, их у нас не существует. Всё, всех обнимаю. До новых выпусков. Ох, объёмный выпуск получился. Объёмный, тяжёлый и энергозатратный. Всё. Блядь. Сене въебал в объектив этому, блядь, подбородком уъебал. Кайф, кайф.